здравствуйте с вами снова александр я расскажу вам сегодня о кресле от компании киеве это итальянский бренд модель называется slf 123 q fix 123 в названии это говорит о том что она совмещает себе все три группы первую вторую и третью 9 килограмм до 36 килограмм это одно из самых широких кресел вообще в категории 1 2 3 просторных и вместительных вот это и фишечка этой модели при том при всем что она хоть и широкая и при этом она еще является безопасным креслом со всякими интересными фишками для этого об этом чуть позже в общем сегодня я расскажу вам как им пользоваться как его крепить с какими материалами она бита начнем с началом посмотрим сначала как сюда устанавливать усаживать ребенка как мы его крепим соответственно с девяти месяцев пользуемся значит нам нужны пятиточечные ремни ремни пятиточечные нужны нам до метра роста ребенка где-то до трех лет потом они демонтируются легко и крепим взрослым ремнем давайте по порядку в общем что касается совсем маленького ребенка вот эти точные ремни по длине они естественно регулируются мягкие накладки на паховой зоне на плечевой зоне на обратной стороне у накладок на плечевой зоне очень качественные качественная такая поверхность установлена точнее грех как не качественно специальная поверхность которая помогает при лобовом дтп притормаживать ребенка чтобы он не проскальзывал есть просто я почему качественно сказал некоторых дешевых моделях то просто когда непонятная резинка не пойми что а здесь именно тот материал который действительно останавливает ребенка она вот как будто клей на эти такой не скользящий я об этом имел ввиду что она качественная эффективная соответственно ребенка маленького посадили пятиточечными ремнями застегнули и едем пока девяти месячный для этого здесь есть вот такой вот вкладыш компания предусмотрела это за вас такой мягкий матрасик назовем вот так матрасик вкладыш который лучше фиксирует ребенка соответственно подрастает на его убираем едем дальше когда уже ребенок вырастает из вот этих ремней они демонтируются и ребенок крепится уже взрослым ремнем взрослым ремнем чтобы крепить для этого здесь есть специальные направляющие для этого взрослым ремнем это вот как вы взрослый человек и пяти себя в автомобиле то же самое происходит и с подросшим ребенком для этого справа слева смотря с какой сторон сиденья есть направляющий специальный соответственно протянули ремень и защелкиваем соответственно вот как крепится взрослый ребенок с трех лет и где-то метра роста принципе здесь все понятно всем все разъяснилось соответственно дальше перейдем к изучению как это кресло устанавливается к автомобилю здесь у вас есть возможность крик рик прикрепить на изофикс и ремнем можно просто ремнем поэтому какой бы автомобиль не был будет всегда вариант прикрепить в любую машину соответственно что нам нужно чтобы прикрепить ребенка ой пардон не ребенка кресло автомобиле где есть изофикс я бы рекомендовал крепить это кресло и изофиксом и ремнем параллельно что для этого нужно с этой стороны вам виднее для этого здесь нормальный полноценный жесткий изофикс есть его мы пристегиваем вот с этого ракурса вам виднее вот защелкнули до щелчка на самом изофикс и на самих креплениях вы увидите зеленого цвета индикатор говорящий о том что кресло вы поставили правильно и и можно ехать но после этого как вы к прикрепите на изофикс почему я говорю рекомендую вам прикрепить и взрослым ремнем тоже потому что у этой модели нет якорного ремня и здесь бы не помешало прикрепить и обычным ремнем дополнительно тоже здесь спинки есть отверстие которые мы пропускаем ремень не обязательно с этой стороны вот вы видите ведь она там проходит сзади тянем вот соответственно протянули и пристегиваем его к автомобилю сейчас ремня еще чуть-чуть надо вытянуть вот так это выглядит и таким образом получается что у нас она просто как вкопанное стоит пристегнули на изофикс ремешком и она намертво прикреплено вот если без ремня крепить то верхняя . никак не закреплена изофикс закреплен только снизу рекомендовал бы все-таки вам полностью нормально его крепить так будет спокойнее вот что касается наклона спинки здесь нет отдельной регулировки наклона спинки здесь у спинки свободный ход имеется и соответственно какой наклон спинки вашего автомобильного сиденья такой будет наклон из самого детского кресла если она у вас там ложится там полностью так делать нельзя все в разумных пределах чуть-чуть наклонять можно положение отдыха и все потому что если вы сильно наклоните у ребенка если он уже взрослым не укрепиться ремень вперед на горло этого допустить нельзя поэтому вот вот такая здесь система наклона смотрим дальше что интересного эту модельку можно очень легко регулировать по высоте сейчас покажу вам как ребенок же растет соответственно и кресло должно расти сверху кнопочка мы нажимаем и вот она растет растет она вместе с ремнями поэтому отдельно ничего переставлять не нужно это очень удобно здесь кстати установлена их фирменная система которая она называется сейчас посмотрю там сайт импакт протекшн это вот жесткий вот этот каркас который хорошо гасть энергию дара при боковом дтп поэтому такая вот такой плюсик безопасности еще что мне понравилось здесь необычная система которая дает нам возможность регулировать сам подголовник вот вы видите да взять его шире уже кому-то вот хочется чтобы оно было больше сдвинуто что времена куснула сразу вот облокотился или в конце концов он уснул и так раз поставили и вот хорошо себя ребенок чувствует вот такого но я не знаю она нигде не видел на самом деле вот что касается ткани давайте о них поговорим ткани тактильно не напрягают это уже хорошо какие-то там супер дорогими они не ощущаются он просто нормальная качественная ткань посередине с сеточкой что даст хорошую такую вентиляцию под ребенком летом чтобы спинка под попой вот не по телу у него поэтому вполне себе годно так что еще я вам не рассказал соответственно тут все европейские сертификаты с требованием безопасности она соответствует вот и и одно из самых широких кресел в категории 1 2 3 вот как бы и такие интересные фишки она еще и не очень то и дорогое кресло поэтому для тех родителей у кого тучный ребенок может быть или кто вопреки тому что нельзя на все таки возит зимой в одежде верхней ребенка можно пошире кресла тоже пожалуйста вот вам такой вариант хотя не рекомендовано возить верхней одежде но не все это слушают поэтому вот для вас пожалуйста просторнейшее кресло в принципе все что хотел рассказать рассказал добавить мне больше нечего подытожу годное хорошее просторное кресло я уже вам все плюсы в принципе сказал нужно просторненькое выбираем его и если это видео вам было полезно и интересно ставьте пожалуйста лайки обязательно подписывайтесь на канал это очень помогает мне делать для вас новые обзоры на самом деле это так да и и большое спасибо миру автокресел за то что предоставили на обзор эту модель киви slf123 qfx а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора автокресла для вашего ребенка и удачи до свидания